Прекрасный весенний день. Хорошая погода гармонировала с настроением молодой девушки Томы. Она спешила домой после воскресного богослужения, чтобы обрадовать свою маму замечательной новостью. Этого момента Тома ждала так долго, и, наконец, он наступил. «Мама, мне сделали предложение», – сияющим лицом проговорила девушка. Мать замерла. «Правда? Кто? Томочка?» «Мама, именно тот, кого я и хотела, чтоб он мне сделал. Толик, мама, Толик!» Мама облегченно вздохнула. «Слава Богу!» Таисия, хоть и была неверующей, и на собрание она ходила крайне редко, но и атеисткой тоже не была. Дочери не препятствовала ходить на богослужения, зная, что только там порядочная молодежь. Тамаре так нравилось находиться в окружении христианской молодежи, поездки, посещения, совместные общения. Несмотря на то, что в стране свирепствовал атеизм, Тася не любила коммунистическую власть со всеми ее прилегающими порядками. Ее семья, зажиточные кулаки, сильно пострадали во время революции. Их богатое имение было разграблено. На ее глазах еще маленькой девочки, новоявленные коммунисты, грубо выволокли ее отца и навсегда увезли в неизвестность. Больше она его никогда не видела. Сами же они, дети с матерью, долгое время прятались в обозе, пока, наконец, добрые люди им не помогли тайно покинуть их имение. Все свое детство и юность Таисия провела в скитаниях. Ее против воли выдали замуж за грубого человека, от которого она впоследствии сбежала на Кавказ. Устроилась на работу. Возвращаясь как-то вечером в съемную комнату, ей случайно встретился молодой симпатичный парень. Он подошел к ней и предложил проводить до дома. По дороге они разговаривались, каждый рассказывал о своей жизни. Алексей приехал с Москвы. Но он мало рассказывал о своих родных. Подойдя к дому, Алеша вдруг предложил «А выходи-ка за меня замуж». Это была любовь, как говорят, с первого взгляда. У них родилось трое детей. Старшая Тома, ее брат Юрий и сестра Рима. Вторая мировая война началась, когда Тамаре было пять лет. Молодая жена Тася очень ревновала своего симпатичного мужа и часто из-за ревности устраивала ему сцены. Тома на всю жизнь запомнила тот день, когда она видела своего отца последний раз. Тася с Алексеем шли по улице. Они сильно ругались между собой. Но маленькая Тамара не понимала причину их проблем, почему родители спорят друг с другом. Был жаркий летний день. Они проходили по улице мимо водонапорной колонки. В то время такие колонки находились по всем улицам. В домах у людей тогда не было водопровода, и люди вынуждены были приносить воду с колонки. Неожиданно Тася подвела свою дочку к колонке и стала умывать ей лицо, при этом не переставая высказывать что-то своему мужу. Он стоял молча, смотрел на них, затем повернулся и ушел. Ушел навсегда. Позже Тома узнала, что ее отец записался добровольцем и отправился воевать. Через год Тася получила письмо, что ее муж пропал без вести. До конца своих дней Тася ждала своего мужа, мечтая, что он вернется. Как она любила его и как сожалела о том последнем дне, когда они расстались. Где склонилась его голова, никто не знает, он остался только в памяти. Ни дети, ни внуки, ни правнуки до сих пор не знают, где находится могила неизвестному солдату, в которой покоится Миронов Алексей. В то время, как Алексей воевал на фронте, молодой маме пришлось одной поднимать своих троих детей. Новорожденную Римму не во что было пеленать. Таисия заворачивала ее в свою юбку. Когда эта юбка становилась мокрой, она полоскала ее и одевала на себя. А ту, что была ранее на ней, заворачивала ребенка. Так ей приходилось самой ходить постоянно в мокрых юбках, чтобы ребенок был сухим. Часто город Владикавказ, где они жили, подвергался обстрелу с воздуха. Фашистская армия не вошла в город, но самолета сбрасывала на город бомбы. Люди часто слышали звук сирены, когда на их город приближался вражеский самолет. Толкая друг друга, они бежали в бомбоубежище. Но и оно не всегда было спасением для жителей города. Так однажды Таисия, услышав сирену, схватила своих малышей, бросилась в бомбоубежище. Но было уже поздно. Здание уже было переполнено людьми, и ее туда не пускали. Перед ее носом закрывалась дверь. С воплем Тася, держа дверь, чтобы ее не закрыли, умоляла «Пожалуйста, пустите, пожалуйста!» Но не помогали ни слезы, ни вопли несчастной женщины. «Ну хотя бы детей пустите, прошу вас, умоляю!» Но ее грубо оттолкнули, и железная дверь с грохотом закрылась. Взяв на руки двух младших, она побежала в соседний двухэтажный дом. Тома бежала за матерью. Самолет уже приближался, когда они забежали в подъезд дома. Вдруг оглушительный взрыв свалил их с ног. Со стен дома, в котором находилась мать с детьми, посыпалась штукатурка. Когда все стихло, Тася с детьми вышли из своего укрытия. То, что молодая женщина увидела, поразило ее. Бомба упала именно в то бомбоубежище, куда их не пустили. Кровь и разорванные тела людей смешались с обломками здания. Эта жуткая картина дала ясно понять Таисии, что ее сохранил сам Бог. Тасяна мама была искренней христианкой. Она никогда не убегала в бомбоубежище при воздушной тревоге. Спокойно продолжала заниматься своими делами. На ходу пела любимые гимны. Многие удивлялись ее спокойствию, но она объясняла, что будет только то, что допустит Господь. А если умереть, то она готова. Зачем убегать от смерти? Тома на бабушка пережила войну и отошла вечность в старости. После войны начался голод. Тома была свидетелем, как на улицах умирали люди, опухшие от голода. Но, слава Богу, Тася устроилась работать посудомойщицей. Сошкребая с кастрюль пригоревшую кашу, она несла домой и кормила этим детей. В ту пору свирепствовал туберкулез. Обессиленные люди были без сил противостоять этой болезни. Однажды Таисия принесла маленького щенка домой. Для детей это была большая радость. Он был для них вместо игрушки. Сколько радости он им принес. Но через несколько дней щенок пропал. Детям мама сказала, что он убежал. И малыши даже не поняли, откуда их мама взяла мясо, сварила такой вкусный суп. Только став взрослой, Тома узнала, что этот щенок спас их от голодной смерти. Так приходилось выживать в то суровое время. Но все прошло. Дети выросли. Двое младших уже имели свои семьи. Таисия уже стала бабушкой. Тома же еще жила с мамой. Она познакомилась с христианами, покаялась, приняла крещение и была очень счастлива. Они с мамой во всем были солидарны. Вот только приобщиться к церкви Тася не торопилась. Хотя ей нравилась молодежь. Она радовалась, когда молодые братья и сестры приходили к ним в гости. Знала и симпатичного Анатолия, который нравился Томочке. И, конечно, сейчас ее переполняла радость от того, что желание дочери исполнилось. Как же ей хотелось, чтобы ее старшая, любимая доченька была счастлива в семейной жизни. Начались приготовления к браку. Нина осмотрела широко раскрытыми глазами, как к кафедре выходит Анатолий и Тома. Пресвитер прочитал стих из Евангелия и объявил их женихом и невестой. — Как? Почему? — думала она. — Почему Тома? Нина так хотела, чтобы Толик предложил ей выйти за него замуж. Ей показалось, что это крайне несправедливо и жестоко. Парень, который ей так нравился, ее внутреннее состояние никак не хотело принимать этот факт. Ее сознание не соглашалось с этим. Она с детства в церкви, а Тома всего год как покаялась. Почему именно ей он сделал предложение? Через несколько дней после этого объявления Нина на мама подошла к Анатолию. — Толик, ты мне не поможешь. — Да, тетя Рая. — с готовностью ответил парень. — Что у вас случилось? — Да у нас крыша стала подтекать. А я вдова, ты же знаешь, мы с Ниной только вдвоем живем. И помочь нам некому. — Хорошо, я приду к вам в субботу после работы. После того, как проворный парень слазил на крышу, залатал дырочку, через которую протекал дождь, тетя Рая и Нина приготовили вкусное угощение. Красиво одетая Нина кружилась вокруг брата, принося из кухни то одно, то другое, а ее мама в это время беседовала с Толей. Беседа была то о том, то о другом, так, чтобы занять чем-то промежуток времени. И, наконец, приступила к делу, по которому, в принципе, и был позван их гость. — Извини меня, конечно, может, я влазью не в свое дело, но я так переживаю за тебя, Толечка. Ты такой хороший брат, такой искренний, и так не хочется, чтобы ты испортил свою жизнь необдуманным поступком. Я хочу тебя спросить, ты хорошо подумал перед тем, как сделать Мироновой Томе предложение? Этот вопрос застал Толика врасплох. Непонимающими глазами он смотрел на пожилую сестру. — А что вы имеете в виду? — Да понимаешь, ведь ты же ее совершенно не знаешь, и семью ее не знаешь. Она ведь только всего год, как в церкви. — А какое у нее было прошлое? Ты хоть что-то знаешь о ее прошлом? — Нет, ничего не знаю, — в растерянности проговорил молодой брат. — Так вот, а как же ты будешь с ней жить? — Очень серьезно и даже как-то сурово, сказала Рая. — Почему бы тебе не выбрать молодую сестричку, которая с детства в церкви? После паузы она продолжала. — А я знаю ее прошлое. Она была девушка легкого поведения. Эта невинная фраза в корне порочила девушку, говоря о том, что она прошла огонь и воду. Молодому христианину не хотелось связывать свою жизнь с человеком, имеющим плохой авторитет. Пусть даже это было и в прошлой жизни. Расстроенный и подавленный, он вышел из их дома. Теперь все его мысли занимали то, как быть дальше, что предпринять. Ведь время идет, дело двигается к свадьбе, а тут вдруг такое известие. Он направился домой к своей невесте. — Тома, открой дверь, кто-то стучит! Из кухни крикнула Тася дочери. Открыв дверь, Тома радостно улыбнулась. — Толик, проходи! — Нет, Тома, выйди ты на улицу, мне нужно с тобой серьезно поговорить. Тома заподозрила что-то неприятное в его голосе и суровом виде. Она накинула плащ и вышла. — Тамара, — начал он, — почему ты мне не рассказала о твоей прошлой жизни? — угрюмо спросил Толик. — А что такое? — непонимающе посмотрела она на него. — Ничего особенного в моей жизни не было. Дом, работа. Моя бабушка-христианка, член церкви, пригласила меня на собрание, и я покаялась. Мне очень понравилась молодежь. — Понятно, — как-то иронично проговорил ее жених. — Значит, о своих приключениях ты рассказывать не хочешь. Но я все равно уже знаю, кем ты была до покаяния. — И кем же я была? — Мне сказали, что ты была девушка легкого поведения. Такое несправедливое обвинение перекрыло дыхание Тамари, и она, задыхаясь от волнения, спросила. — Что? Кто же тебе такое сказал? — Неважно. — И ты этому поверил? — Да, поверил. Извини, Тома, но свадьбы у нас не будет. Он резко повернулся и ушел. Тома, не веря своим глазам, стояла, прижавшись к деревянному забору. Она не верила, что это происходит с ней наяву. Хотя бы это был только сон, — подумала она. Но ее душевные боли и слезы на глазах свидетельствовали о реальности происходящего. Несправедливые обвинения, которые ей сейчас предъявили, подкашивали ее ноги. Заплаканная, она вернулась домой. Мама, видя ее рыдание, поняла, что произошло что-то страшное и непоправимое. Проходили дни, для Томы начались морально невыносимые трудные моменты, когда к ней подходили ее подруги и спрашивали о причине ее разрыва в отношениях с Толиком. И только Нина довольно задерживала на ней свой взгляд. После этого разговора тетя Рая еще несколько раз приглашала в гости Анатолия, где Нина угощала его вкусной стряпней. Рая неоднозначно делала ему намеки на то, что ее Ниночка, такая умничка и красавица, и такая хорошая хозяйка, она не церемонясь вовсю расхваливала свою дочь, подчеркивая, что тот, чьей женой она станет, будет самым счастливым человеком. Ее старания увенчались успехом, слова достигли цели. Вскоре в церкви была объявлена пара, жених и невеста, Анатолий и Нина. Все недоуменно оглядывались на Тамару, для нее это было сверх ее сил. Она вышла из дома молитвы с твердым намерением больше сюда никогда не возвращаться. Горечь обиды очень долго преследовали девушку, она стала причиной разрыва с Богом. Такое испытание ей трудно было пережить. Где бы она ни была, дома ли, на работе, она не переставала горестно думать о том, как несправедливо с ней поступили. Видя, что Тамара перестала посещать богослужения, братья-служителя пошли к ней домой, чтобы побеседовать, но разговор не получился, так как Тома еще не готова была побороть в себе обиду. Обиженная за дочь Тася выгнала и молодежь, когда они пришли проведать свою сестру. В конце концов, ее уже никто из верующих не беспокоил. Тамара понимала, что годы ее не щадят, возраст уже подходит к 30 годам, а она остается одна. Все ее подруги уже давно воспитывают детей, у младших ее брата и сестры тоже свои семьи. Как больно ей было осознавать ту неотвратимую жизненную позицию, в которой она находилась против своей воли. Но, тем не менее, жизнь продолжалась. Как-то она встретила молодого человека, и он на нее обратил внимание. Тамаре он не нравился, но его ухаживания хоть как-то скрашивали ее жизнь. Ваня был очень тихий, спокойный человек, немного старше ее. Их дружба набирала оборот, и вот однажды Иван сделал предложение Томи. Не такого жениха она себе представляла, не такого. Как бы ей хотелось все поменять в жизни, она мечтала иметь мужа-проповедника. Как бы ей хотелось, чтоб ее семья была христианской, воспитывать детей в христианском духе. Но все идет не так, не по ее мечтаниям, а по непонятным стихиям жизни, против которых она не может сопротивляться, это течение подхватило ее и несет куда-то в неизвестность. Отказать Ивану? Но тогда она останется совершенно одна. Как жить тогда? Кто на старости лет ей поднесет стакан с водой? Кому она будет нужна? Эти вопросы не давали ей покоя, и решение было принято. Познакомив его со своей мамой, Тамара дала согласие Ване. Тома была швейным мастером. Она работала в ателье, на свадьбу сама сшила себе платье и фату. С началом семейной жизни стали всплывать наружу все, что скрывалось от девушки. Ударом для Томы стало, когда она узнала, что Ваня уже был женатым, и у него есть сын Александр. Второе, что она узнала, это был порог пьянства. Оказалось, что Тамара еще очень плохо знает человека, с которым решила связать свою жизнь. Но тем не менее, он был добрым и любящим мужем, который очень старался угодить любимой жене, и это сглаживало те пороки, которые Тома видела в нем. Он часто приходил с работы пьяным. Таисии зять страшно не понравился. Она очень горевала, видя, как трудно ее дочери. Так летели дни и месяцы. У них родилась дочка Наташенька. Девочка росла смышленная и радовала родителей. Тамара утяготила душевное неуровновешивание. Ее душа тянулась к Богу, но ходить на собрания она больше не могла. Однажды, идя по улице, она встретила пожилого брата из церкви. Хотела сделать вид, что не заметила его, но он увидел ее и подошел. «Рад видеть тебя, Томочка!» «Здравствуйте!» – отрезала она, давая понять, что не желает разговаривать. «Тома, Тома, зачем же ты себя мучаешь? Вернись в церковь, за тебя все молятся!» Тому расположила его мягкая речь. Она почувствовала, что он говорит очень искренно. Неожиданно она стала изливать ему свою душу. Рассказала, как тяжело пережила клевету и предательство ее бывшего жениха. «Если в церкви происходит такое, то такая церковь мне не нужна!» Закончила она. «Томара, к сожалению, церковь состоит из людей. А люди – это не ангелы. Они склонны к таким поступкам. И, конечно же, не секрет, что дьявол очень часто пускает в ход все уловки, чтобы вырвать человека из церкви. Любыми путями, любыми силами. Я понимаю, Томочка, тебя очень сильно обидели, но ведь Христос здесь ни при чем. Тебя обидели люди, грешные человеки, а ты оставила Господа, забыла Его голговскую жертву. У Иисуса Христа было двенадцать учеников, и один оказался предателем. Это не значит, что мы должны сказать, раз у Христа был предатель, такая вера нам не нужна. Апостол Павел предупреждал, что в церкви войдут лютые волки, нещадящие стада. А цель волков – оторвать овцу из стада любыми путями. Те люди, которые так жестоко поступили с тобой, ответят перед Богом. Господь спросит с них, но ты вернись, пожалуйста, к Богу. Он продолжает тебя любить и ждет, когда ты вернешься к Нему. Эти слова растопили лед обиды. До ее сознания стало доходить, что свою обиду она поставила впереди Господа и голговской жертвы. Он пострадал за нее, а она предалась обиде. Теперь эти слова проникли вглубь ее сердца и проводили там свою работу. Всю неделю она обдумывала слова брата. И, наконец, пришло решение вернуться в церковь. Ее там встретили радостно. Многие подходили и говорили, что очень рады ее возвращению. Она почувствовала себя в родной семье. Ее душа истосковалась. Она измучилась в духовном скитании. Душа рвалась к свету. Обида и боль были забыты. Она покаялась и теперь всегда ходила на собрания. Но муж не желал идти с ней в дом молитвы, хотя не препятствовал Томы. Он очень любил свою жену и позволял ей делать все, что она посчитает нужным. Теперь жизнь Тамары окрасилась красками. И только одно ее тревожило. Ваня ни в какую не желал идти с ней. А она часто звала его с собой. Нет, Тома, там свет тушат. Да никто там не тушит свет. Ваня, пойдем. Каждый раз, как только она начинала его звать с собой, аргументом отказа всегда было «Там тушат свет». В то время ходили разные слухи о христианах. Атеистические газеты писали не только за то, что тушат свет, но и разные небылицы обвиняли за то, что приносят детей в жертву, проводят страшные ритуалы и прочее. Наконец Ваня согласился. Он в первый раз переступил дом молитвы, озираясь на всех, он то и дело обводил глазами зал. За кафедру вышел проповедник, открыл Библию и только начал читать, как вдруг потух свет. Ваня вскочил, готовый бежать, думая, что сейчас начнется какой-то религиозный обряд. Но все сидели на своих местах. В зал внесли зажженные свечи, керосиновые лампы, а дно поставили на кафедру. Проповедник продолжал проповедь. Через время свет дали. И ход служения продолжался. После собрания братья и сестры подходили, знакомились с Иваном. Его приятно удивила добрая атмосфера, царящая между братьями и сестрами. Теперь на собрание они ходили вместе. Вскоре Ваня покаялся и принял Господа в свое сердце. Упали оковы греха, и он был освобожден от пагубной привычки пьянства. Теперь вся семья ходила на богослужения. Прошло время. Ваня принял крещение. Спустя годы начал проповедовать. Когда Наташе исполнилось три года, семья пополнилась сыночком Андрюшей. Не успел он подрасти, как родились одна за другой еще две девочки. Христиане-родители принимали всех детей, сколько даст Господь. Иван работал посменно. Часто уходил на сутки. Томми, конечно, было трудно. Она ждала пятого ребенка. Самой младшей дочери не было еще двух лет. И как раз эта маленькая Катюша проснулась ночью, закатила концерт. Именно в тот день, когда ее папа был на смене. Сонная Тома пыталась успокоить ее, но что-то очень беспокоило малышку. Она только усиливала плач. Взяв на руки девочку, прижав ее к себе, она, качая, ходила по комнате взад и вперед. На время дитя успокаивалось, но потом просыпалась, и концерт продолжался. Внезапная боль в пояснице и внизу живота заставила Тому опустить ребенка в кроватку. Боль была сильной. Через время она повторилась. Тамару охватил ужас. Она дома одна, с малышами. Глубокая ночь. А у нее начались схватки. Телефонов в то время не было. Тамара знала, что роддом находится в получасе ходьбы от дома. Если она пойдет, то может успеет дойти до него. Она быстро оделась и на свой риск пошла в роддом. Уходя из дома, она слышала, как кричали ее дети. Но кроме как молиться за их сохранность, она ничего не могла поделать. Еле передвигая от боли ноги, она направлялась по безлюдным улицам к роддому, взывая к Богу о защите ее детей, временами останавливаясь, чтобы перетерпеть схватки. Как только добралась к дверям больницы, заколотила в двери как могла. Врачи очень удивились, как женщина одна без посторонней помощи добралась до роддома, не успели к ней подойти врачи, как она родила девочку. В то время, как она с трудом добиралась до больницы, Катюша подняла такой гайгуй, что разбудила всех детей. Проснувшая Таня, испугавшись громкого плача, тоже стала реветь. За ними Андрюша и, в конце концов, старшая Наташа, не найдя в доме родителей и видя, что темной ночью стоит ревный концерт из трех голосов, присоединилась к ним, тоже добавила свой репертуар. По улице возвращались молодожены из прибывшего поезда. Неся свои чемоданы, они шли после дальней поездки к себе домой. Вдруг услышали непонятный звук. Сначала не могли сообразить, что это. Сквозь ночную тишину несколько детских голосов, перебивая друг друга, переливаются в громком плаче. Они пошли на эти странные звуки и увидели, как в одном из старых домов горит свет, стоит страшный шум. Дверь открыта. Они осторожно вошли и увидели четырех испуганных малышей. Успокоив их, они уложили всех спать и до утра оставались с ними. Придя домой, Иван очень удивился, увидев незнакомых людей в их доме. Не зря Тамара молилась за детей, чтобы Господь их не оставил. Бог направил в их дом семейную молодую пару. Когда дети подросли, Тома устроилась на работу там, где уже работал ее муж, вагоноремонтный завод. Это давало им право бесплатно раз в году всей семьей путешествовать по стране. Много еще пережила в своей жизни Тамара. Выросли дети. Сейчас и Ваня, и Тома уже в вечности. До конца своей жизни они служили Господу. Одна из их дочек написала эту историю, помня все, что когда-то ей рассказывала о себе мама. Если вы желаете услышать продолжение, есть повесть «История длиною в жизнь», где вы услышите, как сложилась жизнь дальше у героев этого рассказа. Ссылку вы найдете в описании под этим видео. Держи, что имеешь, христианин, Держи, что тебе подарил Божий Сын, Держи Божью веру, надежду, любовь, Ты знаешь, за это Иисус пролил кровь. Держи Божью веру, надежду, любовь, Ты знаешь, за это Иисус пролил кровь.